СПЕКТАКЛЬ 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 Создали в текущем году 13 видеолекций. Продолжительность каждой где-то в среднем около 10 минут. И данный формат позволяет их использовать как внутри аудитории образовательного учреждения или учреждения культуры. Там тоже их показывают. Так и в режиме онлайн, используя на социальной сети. У нас ведь есть профильная группа ВКонтакте, где мы транслируем всю нашу работу, деятельность, которую проводим на территории района, дабы довести эту информацию до широкого круга лиц и жителей Сургутского района. Поэтому данные видеолекции стали эффективным методическим орудием в руках педагогов, которые испытывали трудности в этом направлении. И использовали данные видеолекции в этом году. И количество показов, если взять образовательные организации, у нас выше 500. Просмотрело их более 15 тысяч обучающихся и более 4 тысяч родителей. Родители смотрят это в режиме уже онлайн родительских собраний. Родители смотрят это в режиме. Родители смотрят это в режиме. Это, условно, необходимо. Всего в Сургутском районе их прошло уже три. Я был ведущих на всех трех этих мероприятиях. По сути дела, это очень мощный просвещенческий вброс в сознание жителей Сургутского района. Что такое экстремизм? Он включает в себя достаточно экзотические для обыденного сознания понятия, такие как тоталитарные религиозные секты, экстремистские исламские и прочие религиозные группировки, идеология синего кита, вовлечение детей в самоубийственные процессы в социальных сетях, колумбайн, расстрелы школьниками в собственных школах учителей и их коллег. Многим кажется, что такие вещи, они очень далеки от нас. Между тем, и в новостных лентах, если внимательно посмотреть, мы увидим, что такие ситуации очень часто, они реализуются на практике. Поэтому самая главная задача – это профилактика. В течение дня работали три дискуссионные секции, а вечером итоги работы эксперты подвели на общерайонном родительском собрании, где, собственно, встретились с родителями старшеклассников Сургутского района в режиме онлайн и ответили на все интересующие вопросы. Кстати, этот формат общерайонных родительских собраний действительно уникальный. Аналогов в стране ему нет. Это нужно каждому педагогу, родителю, воспитателю, которые так или иначе взаимодействуют с детьми. Наша задача – вооружить родителей теми знаниями, чтобы они вовремя могли диагностировать и определить в поведении ребенка о том, что, возможно, он попал под влияние радикальных течений. И дальше знать, куда об этом сообщить. Работа по профилактике терроризма и экстремизма в Сургутском районе ведется на всех уровнях. В каждом поселении образовательной организации есть ответственный за это направление специалист. В районе действует межведомственная рабочая группа по оказанию помощи семьям несовершеннолетних, попавших под влияние радикальных течений. Группа собирается по ситуации. В среднем в год она у нас собирается дважды. Но статистика говорит о том, что каждый год две такие информации мы стабильно получаем. Последняя информация была буквально получена вот в этом месяце, в ноябре 2021 года, о том, что несовершеннолетний восьмого класса увлекся стрелковым огнестрельным оружием в социальных сетях. Казалось бы, но парень, который увлекается огнестрельным оружием, что здесь такого? В принципе, это нормально, но не куклами же ими заниматься. Но мы даже на эти мелочи обращаем внимание. Конечно же, мы не сразу же не идем в семью, не оказываем адресно-профилактическую помощь. Мы сначала собираем группу, заслушиваем социального педагога и всех остальных субъектов, которые контактировали с ним. Собираем максимальную информацию и видим, есть дальнейшие еще какие-то признаки к этим, указывающие на то, что он действительно под влиянием находится. Там ведь и оперативная работа уже проводится правоохранительными органами, и ОМВД, и ФСБ. И если эти признаки отсутствуют, то на этом наша работа уже и заканчивается. Мы прописываем протокольно всем субъектам, что нужно, какую адресную еще профилактическую индивидуальную работу проводить внутри образовательной организации. Такая схема работы действует не первый год, и за это время реально оказана помощь десяти семьям, чьи дети чуть было не оказалось в сети вербовщиков. Об этом и многом другом эксперты кулуарно и в ходе выступлений рассказывали участникам конференции. Каждый делился своими знаниями и методами. Эти конференции – это очень важный шаг для того, чтобы донести правильную, хорошую информацию для широкого круга, не только жителям района. Мы эту конференцию проводим уже не только для Сургутского района, она у нас, можно сказать, даже всероссийская, потому что подключиться может каждый. Спикеров мы приглашаем с разных регионов. Темы интересные. В первую очередь это направлено именно на подрастающее молодое поколение. Эти конференции, безусловно, очень важны. В первую очередь для обобщения опыта работы и тех мероприятий, которые уже применяются для предотвращения этого крайне сложного социального явления. И обмен опытом, обмен информацией способствует более качественному применению уже существующих форм борьбы и предупреждения экстремистских проявлений в нашем обществе. Что в условиях многонациональности и поликонфессиональности нашего общества представляется весьма актуальным. Часть федеральных и региональных экспертов заседали и выступали из своеобразного президиума, а часть в режиме онлайн по видеосвязи. За плечами у них множество трудов и научных работ по теме радикальных экстремистских течений. И у каждого свое собственное видение, как решать проблемы экстремизма в нашей стране. С видением у меня совсем другое. Я считаю, что с экстремизмом должны работать, не бороться, но мы должны работать, выстраивать правильно взаимоотношения. С различными группами, с различной категорией граждан, особенно с молодежью. То есть мы должны делать упор на семью. То есть в основе всего лежит воспитание в семье. Виртуальное пространство, оно на самом деле не оторвано от нашей с вами жизни. Поэтому и более того, сейчас мы видим, что как раз основной поток информации, который мы черпаем, это из виртуального пространства. И поэтому, если и в этом направлении эффективность работы, можно судить как раз по нашему ощущению. Ну и, скажем так, как взрослые люди, мы можем сказать, что если мы не препятствуем использованию виртуальных сетей нашими детьми, наверное, мы все равно уверены в их относительной безопасности. Еще одни помощники в виртуальном пространстве – организация киберхранителей. Это те самые популярные в Югре кибердружинники или киберволонтеры, только работают и зарегистрированы они на территории поселений Сургутского района. Отряд кибердобровольцев состоит из нескольких десятков человек. Их основная задача – искать и блокировать противоправный контент в интернете. Мы контактируем с правоохранительными органами, с администрацией муниципальных образований. Мы вживую стараемся общаться с детьми, с молодежью, проводим какие-то игры по профилактике экстремизма и терроризма, квизы, викторины. В последнее время, конечно же, в связи с обстановкой в России COVID-19, мы стараемся проводить это все онлайн. Очень много желающих вступить в наши ряды киберволонтеров в связи со всей этой ситуацией. Услышать новые методы борьбы с экстремизмом было полезно и педагогам, которые работают с молодежью в школах. При этом сами учителя знают, какая ответственность лежит на них, а значит, приходится придумывать свои методы работы, исходя из ситуации в конкретном учреждении. У нас 38 национальностей только в нашей школе, и детки дружат. Понимаете, мы же не говорим конкретно с детьми, вот профилактика экстремизма, экстремизма. Это слово периодически мы стараемся не повторять. Это что? Это дружба? Это дружба народов? Это традиции какие-то традиционно-национальные, делимся традициями национальными, и дети делятся. Приготовить блюда, какие-то там танцы и так далее на сцене. Они все это видят и, соответственно, понимают и принимают традиции друг друга. Это самое главное. А еще в Сургутском районе работает горячая линия на базе миграционного центра на семи языках. Ежегодно выделяются гранты главы района на общую сумму около 5 миллионов рублей. И многое-многое другое. Третья конференция закончилась. И это было не просто формальное мероприятие с докладами и выступлениями. Это была настоящая дискуссия о том, как защитить нашу молодежь, наших граждан. И подобные мероприятия нужно продолжать. Ведь лидеры экстремистских течений ищут поводы и слабости нашего общества, нашего сознания, чтобы продолжать свою деятельность. И нам нужно быть всегда на шаг впереди. Слишком высока цена. Субтитры создавал DimaTorzok